В этом году Южный Федеральный Университет отмечает свое 105-летие. Южный Федеральный Университет имеет 41 структурное подразделение. Одним из таких структурных подразделений является Институт социологии и регионоведения, обладающей талантливыми и именитыми сотрудниками и выпускниками, большими международными связями, а главное богатой историей. Итак, с чего же все начиналось? Во времена Советского Союза было создано 9 институтов повышения квалификации общественных наук. Такой институт был открыт и при Ростовском государственном университете в 1967 году. Эти институты выполняли важную роль, формировали и помогали преподавателям быть всегда на уровне. Новые методики преподавания, новые методологии освоения знаний, приобщение к мировому опыту, приобщение к опыту, который есть в других городах, в других вузах. Вот такую интегрирующую, консолидирующую, важную роль выполняли наши институты. У истоков создания нового структурного подразделения стояли такие ученые и профессора РГУ, как академик Иосиф Израилевич Ворович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Всеволод Евгеньевич Давидович, и кандидат философских наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, лауреат Государственной премии СССР Юрий Андреевич Жданов. Юрий Андреевич Жданов более 30 лет возглавлял наш университет, и он создал новую планету, новую вселенную науки, культуры, образования, воспитания под именем Жданова. В наш институт всегда тянулись лучшие преподаватели, у нас очень сильный был всегда преподавательский состав. И здесь наш институт всегда выполнял, помимо образовательных функций, очень большие такие научно-исследовательские задачи. К нам приезжали люди со всего юга России, прежде всего, где готовили свои кандидатские и докторские диссертации. И мы здесь, наши преподаватели, наши кафедры в этом многое помогали. У нас в нашем институте, это единственное место на юге России, где была создана дискуссионная площадка, куда приезжали все общественные деятели нашей страны. Особенно в период президентских кампаний. У нас выступали Зюганов, Жириновский, Ампилов, Легачев, Горбачев, Рогозин, Бабурин, Стерлигов, Рудской и так далее. Это действительно общественные деятели. И мы их слушали, и студенты, и преподаватели. Всегда были дискуссии, всегда это было очень полезно и интересно. В 1992 году на базе ИПК был создан Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Ростовского государственного университета. В декабре 2006 года в связи с образованием Южного федерального университета ИППК РГУ был переименован в ИППК ЮФУ. Основными направлениями подготовки в ИППК были социология, политология и право, а также отделение регионоведения. Институт социологии и регионоведения создан на базе трех ведущих образовательных и научных центров университета. Это прежде всего Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и общественных дисциплин Ростовского государственного университета и Южного федерального университета. Второй компонент нашей структуры, нашего исторического фундамента, это факультет социологии и политологии Ростовского госуниверситета, родоначальник социологического образования и конфликтологической подготовки в Ростове и в регионе Юго-России. И, конечно, отделение регионоведения. Вот это те три кита, интеграция которых в 2004 году создала устойчивый и очень крепкий фундамент развития нового структурного подразделения внутри университета. В 2009 году ИППК ЮХУ занял первое место в рейтинге структурных подразделений социально-гуманитарного профиля. На базе института был создан Южно-Российский филиал Института социологии Российской Академии Наук. В 2012 году ИППК перешел на двухуровневую систему подготовки профессиональных кадров в Южном федеральном университете. Это бакалавриат и магистратура. А уже в 2014 году на базе ИППК ЮХУ был создан Институт социологии и регионоведения в структуре Южного федерального университета. В данном виде институт работает и по сей день. Сейчас Институт социологии и регионоведения организует обширную проектную деятельность, направленную на гармонизацию межэтнических отношений на юге России. Институт реализует несколько просветительских проектов. Это прежде всего научно-просветительский проект «Мир Кавказу». Это марафон против терроризма и экстренизма среди обучающейся молодежи школ, колледжей, вузов Ростовской области. Это уникальный и поддержанный на самом высоком уровне Россия страна возможностей, фонд президентских грантов, проект «Знаю Кавказ». Все эти наши проекты служат идеей укрепления межнациональной дружбы среди молодежи, просвещению в области изучения культур, традиций, религии, истории, населяющих пространство Большого Кавказа народов, укреплению международной дружбы с республиками Южного Кавказа. И мы считаем, что это одна из главных особенностей образования в Институте социологии и регионоведения, в которые вовлечены в эту деятельность все студенты всех уровней подготовки и направлений. Среди именитых представителей научной школы Института социологии и регионоведения нельзя не отметить Лупского Анатолия Владимировича, доктора философских наук, профессора, автора более чем 900 научных публикаций, одного из главных методологов Юга России, Добаева Игоря Прокопьевича, кандидата политических наук, доктора философских наук, профессора, исламоведа, кавказоведа и политолога, эксперта по радикальному исламу. Это те имена, которые навсегда вписаны в историю гуманитарной мысли России и которыми гордится наш университет. Уникальные знания, получаемые нашими студентами во время обучения, востребованы не только в гражданской сфере, но и в военной. В рамках направления зарубежной регионоведения осуществляется набор студентов на программу подготовки офицеров кадра в военном учебном центре Южного Федерального Университета. Институт социологии и регионоведения – это отличная платформа для подготовки военных специалистов с самыми обширными компетенциями в гуманитарных сферах, такими как противодействию экстремизму, терроризму, специалистов в военно-политической обстановке в соседних с Российской Федерацией регионах. Наши студенты ежегодно принимают участие в различных научных конференциях, круглых столах, форумах. Также наши курсанты достойно представляют Южный Федеральный Университет на международных олимпиадах по военной истории, по иностранным языкам и занимают, как правило, призовые места. Хорошим развитием студенческого общения, дружбы стало сотрудничество уже в текущих реалиях, в текущей жизни между любимым вузом, между СИР и органами власти. Ну, прежде всего, правительством власти и другими органами исполненной власти. Это взаимовыгодное, эффективное сотрудничество, в основном в области социологическая деятельность, ну, а также в рамках проведения конкретных образовательных и прочих мероприятий, то есть всевозможных форумов, круглых столов, исследовательских проектов, социологических исследований, опросов. Вуз и СИР обладают огромной научной базой, наверное, лучшими преподавателями в Ростовской области и, собственно говоря, на Лиге России, которые, бесспорно, являются огромным подспорьем, интеллектуальным подспорьем, для решения текущих, рутинных, повседневных задач в рамках государственного управления. Это всевозможные методические рекомендации и курсы повышения квалификаций госмуниципальных служащих, ну и, собственно говоря, в целом эффективное сотрудничество в рамках социологической деятельности, глубинных интервью. Мне кажется, нынешняя моя работа, она виднеет в себе те компетенции, которые мне дал свое время институт. Это и регулирование межэтнических, межрелигиозных отношений, и социологические знания, которые я применяю в работе, провожу социологические исследования. Мне прекрасно запоминались все дисциплины, которые были пары, философии, международной безопасности, делового этикета. Это я все помню прекрасно, и, опять-таки, этими знаниями пользуюсь. Мое первое место работы официальное, такое нормальное, это вот как раз-таки тоже Южный Федеральный Университет. Я работал специалистом по учебно-методической части в Исире, вот, и был с соседом в кабинету Андрея Владимировича Бедрика, вот, и до сих пор мы с ним продолжаем общение. Институт социологии и регионоведения продолжает славные традиции, выпуская квалифицированных специалистов в области социальных и политических наук. Позади долгая и богатая история, однако самое интересное еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok